Да, для начала вдруг не все знают, что такое кейс. Кейс – это социальное доказательство вашей работы, профессиональных навыков, знаний. Обычно это текст, реже бывают видео или аудиокейсы, но они бывают. Какие цели написания кейсов обычно преследуют специалисты? Первое – это формирование доверия к себе, да, сразу вспоминаем нашу воронку продаж. Второе – это вы показываете примеры своих работ, фактически это часть вашего портфолио. И третье – правильно написанные и опубликованные кейсы формируют к вам большой поток потенциальных клиентов. Какие есть типы кейсов? Стандартный тип, который вы все наверняка видели и тот, который все считают кейсом, это тип кейса «Был остало». Обычно он состоит из следующих блоков – приветствия, описание проекта, то есть что было, описание целевой аудитории проекта, задача, которая ставится перед специалистом, подготовка, ход работы, результат, то есть что получили в итоге, выводы, отзыв и призыв к действию. Вот пример такого классического кейса. Сначала идут приветствия, исходные данные и описание целевой аудитории, затем поставленная задача и подготовка, что делали, затем ход работы подробно описывается с примерами, потом итоги в цифрах, то есть что получили, то самое стало, выводы и отзыв с призывом к действию. Вот такой классический кейс «Был остало». У этого типа кейсов есть огромные минусы. Во-первых, не очень большой органический охват тех, кто будет читать. То есть чаще всего такие кейсы читают специалисты, которые хотят подсмотреть какие-то фишечки. И самый-самый огромный минус – это то, что при таком типе кейса потенциальный клиент, который его прочел, будет ожидать такого же результата. И даже если вы ему будете говорить, что такой же результат невозможен, у него в голове все равно будет сидеть ваш кейс, и у него будут завышенные ожидания от вашей работы, что не есть хорошо для вас, потому что это потенциально проблемный клиент. Но такие кейсы можно использовать для очень быстрого поиска клиентов. Для этого достаточно настроить рекламную кампанию в социальных сетях, где вы показываете ваш кейс в рекламе, важно вашей целевой аудитории, максимально целевой аудитории. В такой ситуации клиентов можно привлечь действительно очень быстро, но вопрос в том, захотите ли вы работать с этими клиентами, и какое они имеют отношение к портрету вашего идеального клиента. Второй тип кейса, который я рекомендую использовать – это польза кейс. Этот тип кейса отличается от предыдущего тем, что прежде чем вы приступаете к классическому описанию кейса, вы даете пользу. В целом это выглядит как информационная статья. Вот таким образом это выглядит. Я написала статью, что такое коллтрекинг и зачем отслеживать статистику по звонкам клиента. Прежде чем описывать кейс о работе с коллтрекингом, я написала подробную статью о том, зачем нужен коллтрекинг, что это такое, как он работает в теории, на практике и так далее. И только потом я вставила как часть этой статьи тот самый классический кейс из серии «Было-стало», как пример эффективности работы коллтрекинга и подтверждения того, о чем я писала в статье перед этим. И этот тип кейса, он на самом деле работает намного лучше, потому что, во-первых, у него больше органический охват, потому что информационные статьи читает намного больше потенциальных клиентов и меньше коллег, особенно если заголовок статьи, контент статьи рассчитан на потенциальных клиентов. А во-вторых, пока клиент читает, он больше прогревается и понимает, почему инструмент может работать так или иначе. У него нет завышенных ожиданий потенциально к вашей работе. А если у вас пока нет результатов реальных, которые можно показать в кейсе, то есть вы мне скажете «Надь, ну вот у меня нет примеров работ, как мне написать такую вот статью, кейс?» Не получится. В такой ситуации вы можете использовать тип кейса, который я называю «Польза-пример». Он выглядит, в принципе, так же, как и «Польза-кейс», только вместо кейса вы показываете практические примеры, которые доказывают то, о чем вы пишете в разделе «Польза». Вот как может выглядеть такой тип кейса, ну, вроде как кейс без кейса. Я написала статью «Почему высокий CTR рекламной кампании – это не всегда хорошо?» Где подробно расписала, что такое CTR, почему все хотят высокий CTR. И в довесок к описанию «Почему же не все хотят высокий CTR и почему же это не всегда хорошо?» Я нашла в открытом доступе прям примеры объявлений, которые показывают, что высокий CTR не всегда хорошо и объясняют, почему так. Так вот, прямо на практических примерах я это объясняю. Я в приложении к этому уроку дам и прокол-трекинг кейс, и этот кейс, чтобы вы могли посмотреть на практике, как это выглядит. И в конце, естественно, как всегда, выводы. Почему лучше так, а не иначе. И если вы заинтересованы в том, чтобы с таких вот кейсов примерных пришли к вам клиенты, естественно, в конце нужно добавить призыв к действию, где написать о том, что можно либо записаться к вам на консультацию, либо где-то подробнее прочитать о ваших услугах. И еще один очень крутой тип кейсов, он называется «Неудача выводы». Чем он хорош? Он хорош тем, что он моментально просто в разы больше поднимает доверие, чем любой другой тип кейса к вам, потому что удачное стечение обстоятельств в кейсе описывают все, а неудачи практически никто. И это гораздо быстрее привлекает к вам и внимание, и доверие со стороны потенциальных клиентов. Как его писать? Сначала описываете ситуацию, потом пишете, какая у вас была гипотеза, почему вы действовали именно так, как вы действовали. Потом, как вы действовали, потом пишете выводы, почему у вас неудача произошла и как вы пытались это исправить. И в конце выводы, как бы вы рекомендовали поступать в похожей ситуации. Такие типы кейсов работают очень-очень круто, они вызывают к вам больше доверия, плюс от вас не будут ожидать чудес и быстрых результатов те, кто будут такие типы кейсов читать. И когда же писать кейс не стоит, потому что на самом деле кейсы стоит писать далеко не всегда. Если у вас нет разрешения от заказчика на использование его данных, то писать кейс нельзя. Если у вас мало данных, мало подтверждений, то есть вы там на 100 показов получили 20 кликов, о, круто, у меня высокий CTR, давай-ка я напишу на этом кейс. Нет, не нужно писать об этом кейс, потому что масштабировать это не получится. Пока у вас нет достаточного количества данных, лучше не пишите, потому что профессиональное сообщество придет к негодованию, вы получите достаточно много негатива. И если у вас нет реальных примеров, и вы не можете обосновать, почему лучше именно так, то тоже такие кейсы лучше не писать, потому что это вода и никак не подтверждается на практике. Так, как же создать хороший кейс? Вам нужно четко понимать, о чем и для какой цели вы этот кейс пишете. Что хочет прочитать ваша целевая аудитория, что для нее важно, в каком виде лучше преподносить информацию, чего они могут не знать, например, ну каких-то технических терминов. Все эти моменты обязательно нужно учитывать. На основе этого подобрать стиль и подачу информации. Но на самом деле, вот как бы это так громко звучит, стиль и подача информации. Чем проще и понятнее вы пишете кейс обычным простым человеческим языком, тем проще он читается. Здесь все банальности просто. Не нужно пытаться там какие-то заумные мысли и прочее. Вот как Надя преподает, вот точно так же и кейсы надо писать. Это самый лучший вариант. Что важно, не пытайтесь сделать из кейса навязчивую рекламу. Не нужно пытаться там через каждые три предложения говорить о том, что купите у меня или там что-то в таком духе. Сам по себе кейс – это должна быть такая интересная история, которая продает сама по себе. Читаться на одном дыхании. Тогда это тоже очень хорошо работает. Читаемость, структура текста. Что это такое? Ну, во-первых, нужно чисто визуально оформлять текст так, чтобы он легко читался и воспринимался. Для этого есть вики-разметка. Те, кто не знает, я вам потом ссылочку кину. Хороший инструмент, который помогает делать заголовки, подзаголовки, вставлять картинки, видео. Ну, в общем, оформлять красиво текст. Так, что дальше? Здесь важно понимать, на чем, когда вы составляете структуру текста, но это примерно то же самое, как когда пишется текст, то есть там есть вступление, там начало, там, как это, завязка и так далее. Это все то же самое в принципе. Но ваша задача – показать максимум деталей и четко понимать, на чем вы хотите сконцентрировать внимание читателя. Какие цели, какие задачи были поставлены, как вы их смогли решить, какие сложности возникали в ходе работы, какие гипотезы вы выдвигали, как выстраивалась работа. В общем, вам нужно писать как можно больше деталей, особенно интересных, и прям показывать ход своих мыслей, вот эту цепочку логическую, почему все происходило именно так. Для чего это нужно? Люди в кейсах обращают внимание не только на цифры, и иногда даже на цифры не обращают внимания, а смотрят именно на ход ваших мыслей, на то, какие вы идеи вносите, на то, какие креативы вы используете, на ваш целостный подход ко всей работе. Поэтому смело пишите все важные моменты, на ваш взгляд, которые, ну, как бы вот, это может быть там до мелочей прям расписано. Если это действительно важно, то люди будут это читать и, ну, для себя делать большие отметки. Что важно? Ну, я уже сказала выше, не пытайтесь разговаривать с людьми за умными терминами. Это не работает. Ваш текст читать никто вообще не будет. Мало того, никто ничего из него не поймет. Теперь я вам покажу шаблон кейса, который мы используем. Он состоит примерно из 13 разделов. Ну, это как бы наш такой уже выработанный со временем. На самом деле практически все по нему работают. Что здесь есть? Заголовок, приветствие, разделы проекте, целевой аудитории, задача, подготовка к работе, подготовка посадочной площадки, работа с контентом в случае, если вы занимаетесь введением сообществ. Ход работы, результат работы, выводы, отзывы, призыв к действию. Сейчас чуть дальше, немножко поподробнее об этом поговорим. Первое. Заголовок должен быть цепляющим, не как на картинке. Я не буду останавливаться на этом пункте, потому что в интернете масса информации о том, как писать цепляющие заголовки. Я вам после презентации скину ссылочку на одну очень хорошую статью, мы ее даже у себя в группе публиковали. Это советы от Ильяхова, как написать хороший заголовок. Может быть, кто-то даже из вас ее и видел. В принципе, больше не надо, там прям готовый такой мануал, что делать конкретно, как и какие писать заголовки. Следующий пункт — это приветствие. Я специально взяла скрины с разных кейсов, от разных специалистов, ну, просто чтобы наглядно было видно, как и что писать. Тут не стоит над чем-то сильно заморачиваться, достаточно просто представиться и представить тот проект, о котором будет идти речь. Следующий пункт — это о проекте. Здесь нужно вкратце рассказать о самом проекте. Что это за проект? Ну, вот здесь, например, на вот этом скрине коротко рассказано, то есть там буквально в трех словах, с четырех предложения. Здесь у нас вот был кейс, у нас тут целая предыстория, ну, то есть развитие события, то есть как это все происходило, с чем к нам пришел заказчик, какие были сложности и так далее. В каком формате писать в этом разделе, ну, решает каждый сам. Просто нужно четко понимать, для чего вы это пишете, что вы хотите этой информации людям донести. То есть если есть какие-то важные моменты, которые нужно вот прям здесь уточнить, то да, стоит там много написать. Если нет, то достаточно написать кратко. Так, следующий блок от целевой аудитории. Сюда обычно пишется входящая информация, которую заказчик указывает либо в брифе, либо вам так рассказал, либо если заказчик никакой информации не дает на своей целевой аудитории, что бывает достаточно часто, то здесь вы просто пишете какие-то общие свои предположения. Далее, блок задача. Здесь вы тоже вкратце пишете, расписываете эту задачу, как она вообще выглядит, что от вас хотят, когда к вам пришли. Здесь важно понимать, как ее правильно написать, но я вам потом вернусь к этому блоку и объясню, как его взаимодействовать, чтобы он совпадал и давал нужный результат вот по итогу. Наверное, сейчас ничего не поняли, что я сказала, неважно, я чуть попозже отточню этот момент. Ну вот здесь вот, в принципе, на скринах, я думаю, все видно, все понятно, я эту презентацию потом вам отдам. То есть, ну, очень кратно, лаконично вы озвучиваете задачи. Постоянно в день рекламы, наверное, рублей в месяц, задача минимум сохранить результат, задача максимум снизить стоимость и увеличить продажу. Здесь вот совсем другая задача, то есть нужно было создать лендинг, протестировать рекламу, что-то еще. Где-то просто там узнать цену подписчика, настроить рекламную кампанию на долгий срок и так далее. То есть просто прописываете задачу. Вот теперь мы переходим к самым важным разделам, в которых вы будете прокачивать свою экспертность и вообще показывать весь ход своих мыслей. Подготовка. Что сюда входит? Обычно это анализ рынка. Здесь у кого как, да, там, у кого-то это будет анализ сообществ конкурентов, у кого-то это будет анализ поисковой выдачи, я не знаю, там, анализ контента, использование там фарсеров, аналитика с помощью, все что угодно. Вот все, что вы делаете, вы прям расписываете. Самое главное написать не только то, что вы делаете, но еще и рассказать, почему именно так вы это делаете. Из этого же пункта вытекает и проработка целевой аудитории. То есть здесь вы уже будете показывать, ну, как бы, каким образом вы прорабатываете целевую аудиторию, на основе каких данных, почему именно так. Все эти моменты нужно тоже обязательно рассказывать. Идеальный вариант будет, если вы приложите какие-то скрины, например, если вы там делаете это в Майндмап-карте, либо там где-то в Гугл-доке, люди очень любят собирать все эти профиты с кейсов, там, к себе сохранять, использовать и так далее. Не бойтесь, никто у вас ничего не украдет. Все это уже давным-давно есть в свободном доступе, и никто, по сути, ничего этого потом в итоге не использует. В один процент, наверное, если так все это делает. Здесь вы просто сами определяете границы. Например, вы можете показать не полностью проработанную карту целевой аудитории, а заскринить какую-то часть, то есть показать какой-то там кусочек своей мысли, как вы это делаете. Тут каждый решает сам. Так, следующий пункт — это подготовка площадки. Если вы не занимаетесь подготовкой площадок, вы просто можете написать, какие рекомендации вы дали, либо вы их не дали, потому что там на Лэнде было все хорошо, в группе было все замечательно и так далее. Если занимаетесь подготовкой площадок, то здесь нужно конкретно рассказать, по какой причине вы там что-то меняли, что это было на выходе, что у вас получилось после корректировки или создания. Очень хорошо работают результаты до и после, то есть видно, как было до и что сделали вы. Сейчас дальше немножко покажу скрин. Вот здесь вот, например, да, вот мы описываем, у заказчика был лендинг для продажи черничной пасты, но после его изучения приняли решать создать новый. И тут же мы пишем, почему мы это решили. Ориентирован только на болеющих с сахарным диабетом, хотя там огромный был широкий спектр действия у этой черничной пасты. Нераскрытые важные свойства пасты, нет конкретных выгод, часть текста просто скопирована с сайта производителя. Незакрыты основные возражения, хромает оформление и так далее. В самом кейсе там есть то, что было до, и вот сейчас я еще вам сюда кусочек заскринила. Это вот уже то, что мы сделали. Подготовили прототип текста, картинки, собрали лендинг, конструктали. Основной упор сделали на полезные свойства пасты, разъяснили, как она создается, чем отличается. То есть мы указываем конкретные моменты, почему это было сделано именно так. Показываем кусочек этого ленда, то есть там, если захотите, я вам потом в конце покажу, то, что было до, то, что было после. И вот здесь следующий скрин как раз, опять же, про было до и после. То есть было вот так, стало вот так. И там тоже есть описание, почему мы сделали именно вот таким образом, а не как-то по-другому. Все эти моменты обязательно нужно расписывать. Чем больше подробностей, повторюсь, я буду еще немного раз повторяться, чем больше подробностей вы рассказываете, больше всех этих моментов мелких расписываете, тем лучше для вас. Так, следующий пункт — это работа с контентом. Как я уже сказала выше, если вы работаете с сообществами, ведете, занимаетесь их ведением, то для вас это тоже очень важно. Что здесь нужно? Вам стоит рассказать о том, каким образом был построен контент-план. На основе чего? Какие рубрики вы сделали? Какие виды постов вы использовали? Для чего вы их использовали? Что они, вернее, как, каким образом они вам помогают? Какие задачи решают? Обязательно рассказать, какие результаты это вам приносит. Все это подтверждаете скринами, статистикой и так далее. Вот конкретно на этом скрине тоже маленький кусочек, потому что это был очень большой кейс. Мы его делали на конкурс скринянцеву. Вот, поэтому мы там все прятали во вкладке и так далее, чтобы постараться его уместить в минимум место. Здесь четко по шагам прописано, да, что мы сделали. Выстраиваем контент следующим образом. На постах о пользе меда и продуктов пищевого возраста. Этим закрываем возражения, рассказываем людям о тех полезных свойствах, которые они даже не слышали. Далее, на рецептах с применением меда, которые касаются абсолютно разных сфер, от здоровья до кулинарии. За счет контента в группе резко возрастает активность, посты начинают лайкать, репостить и даже комментировать. Причем все посты по нашей рекомендации делаются актуальными текущему сезону, связанными с ними проблемами. То есть у нас там были витамины для зимы, как лечиться от простуды и так далее и тому подобное. Естественно, такие посты они очень хорошо вызывали отклик. Вот здесь во вкладочке я тоже вам потом после презентации могу показать этот кейс. Там несколько постов и прям видно, что конкретно мы делали. Так, про контент поговорили. Давайте теперь ход работы. Это тоже большой важный блок непосредственно уже о том, что вы делали в процессе работы. Здесь описываем все тоже очень подробно, что происходило после запуска. Что сработало у вас хорошо, что сработало плохо. Показываем все опять же скринами, цифрами, картинками. Чем больше всего этого будет, тем лучше. Обязательно пишем, какие картинки использовали, какие посылы давали людям, какие инсайты для себя взяли во время тестов либо во время ведения там, ну, неважно, что вы делали конкретно. Какие бы возникали проблемы. Это очень важный пункт. Проблемы, мне кажется, возникают практически, ну, наверное, в 99% кейсов. Такого не бывает, чтобы все кейсы были идеальными. Об этом нужно обязательно рассказывать и показывать, как вы эти проблемы решаете. Это тоже очень важно, то есть, что вы не боитесь этих проблем и вы с ними справляетесь. Какие корректировки вы производили в ходе работы, что получили на выходе, какие открытия сделали, что подтвердилось из ваших гипотез, что нет, почему, на ваш взгляд, произошло именно так. В общем, рассказывайте, опять же, все-все мелкие детали и показывайте именно ход мыслей, то, как вы думаете, и почему вы думаете именно так, и какие это результаты дает. Здесь на тизерах, ой, на тизерах, на скринах... Ну, вот я там тоже несколько картиночек для вас взяла. То есть мы показываем вот здесь объявления лидеры. Мы их показывали смело на тот момент, потому что они уже были выгоревшие, и нам было не страшно, что их украдут и будут показывать кому-то еще. И здесь же вот видно, что мы описываем ход работы, то есть постепенно тестируем оставшиеся неиспользуемые сегменты. Группа начинает расти, заказы идут хорошо. Чтобы увеличить количество заказов, делаем это. Проходит время, тизеры аудитории начинают выгорать. Вот как раз то, что я говорила про решение проблемы, то есть что мы тут придумываем в это время. ВК выводит все промо-посты, мы запускаем промо-посты, и у нас получаются такие шикарные результаты. Вот здесь вот на скрине очень хорошо видно, что этот пост открученный на 100 рублей, а крутился достаточно долго и много, и с него очень много вступлений, переходов. То есть это все-все-все подтверждает наши слова. К сожалению, на слово никто не верит, и кейсы из разряда трех предложений и информации о количестве вступивших уже давным-давно не работают. Вот здесь вот тоже, опять же, скрины-скрины, все скринами. И вот как раз вот этот кейс, я вам вначале говорила про неудачные кейсы, почему их стоит выкладывать. Вот этот кейс, я с ним работала два года назад, проект «Букеты в шляпных коробках». Проект очень сложный был на тот момент. И вот он прям неудачный. Ну, не совсем неудачный, там, если бы, конечно, еще бы дальше поработали, возможно, мы бы и вымучили, но на самом деле я бы два месяца на него убила. И изначально не было никаких результатов, вот прям я это показываю, да, что результат после первого круга не обрадовал. Только в некоторых компаниях объявлений дали неплохой результат. Здесь вот прям цифрами, да, что у нас на стоимое вступление было 50 рублей, там, кучу денег потратили, 19 вступивших получили. Дальше здесь тоже не весь скрин, все не поместишь, поэтому вот тоже кусочек взяла, там, я опять показываю, как мы решали эту проблему, что делали, там, дали я проанализировала результаты компании, выделила возраста, которые переходят по объявлению лучше всего, делала сплиты, вот результат того, что у нас там получилось, у нас там стоимость подписчика почти в два раза упала, и еще мы даже умудрились получить одну заявку, и даже смогли выяснить, с какой аудитории пришел клиент. То есть вот все-все-все вот эти моменты прям очень подробно расписаны. И что самое интересное, несмотря на то, что в этом кейсе не было каких-то суперрезультатов, просто были правильно расставлены акценты, мы получили всего лишь две заявки, а потратили там что-то, я уже сейчас не помню, около 16 тысяч рублей на все эти тесты. Но вот благодаря тому, что был очень четко расписан ход мыслей, и вот эти всякие моменты, нюансы, ко мне до сих пор с этого кейса приходят люди, то есть его уже там и в помине нет, он где-то там в базе серебро лежит, и вот кто-то его находит, и вот стабильно раз в месяц, два раза в месяц с него обращаются люди. Казалось бы, уже люди отстаньте, я уже не хочу с этой темой работать, но они все равно упорно идут, потому что вот мне казалось бы неудачный кейс. Так, проход работы я вам рассказала. Следующий блок — это результат работы. Ну, здесь на самом деле все кратко, лаконично, в плане того, что в Америке я вам не открою. Пишите все просто по воронке продаж, какие результаты вы получили, потраченное, переходов, количество коммерсий, количество лидов и так далее. Опять же, все стараемся подтверждать цифрами. Чем больше цифр, тем лучше для вас. Что здесь важно? Зачастую заказчики не то, что не дают и не разрешают показывать цифры, они вообще не разрешают публиковать кейсы, особенно если там есть удачные результаты. Они не хотят показывать внутреннюю работу своей компании, выворачивать свои карманы, и очень сложно договариваться. Вот этот кейс с медом, нам стоило очень большого труда уговорить заказчика вообще отдать его на публикацию. он категорически отказывался это делать, но каким-то образом нам удалось его уговорить, потому что для нас было очень важно именно этот кейс с внести. и, естественно, он нам не разрешил публиковать какие-то цифры и так далее, и нам пришлось выкручиваться, потому что мы понимали, что если мы там все-все-все распишем, но в итоге мы не расскажем о том, каких результатов мы получили, ну, просто, ну, смысл всего этого кейса будет теряться. Как мы вышли из ситуации? Я сейчас вам зачитаю эти пункты. Ну, что самое важное, все эти пункты можно подтвердить, то есть перейдя в группу, на тот момент каждый из этих пунктов можно было видеть. Во-первых, мы показали статистику группы, что мы там выросли на 10 тысяч подписчиков. Далее мы пишем, что в группе высокая активность, она была действительно высокая, что нам даже тогда сам Думянцев взял комплимент, что типа как вам удалось в коммерческой группе раскачать так людей. Второй момент, это очень лояльная аудитория, люди там прям вот очень душки-душки, они так все любили этого пчеловода и любят по сей день. Там все время куча комплиментов, спасибо и прочего, ну, везде встречаются. Есть постоянные продажи, это тоже можно было проверить, потому что продажи там, мы специально выводили людей на тему сделать заказ, то есть не в личку, а именно вот в такое публичное пространство, чтобы было видно, что идет движение, что люди хорошо заказывают, это такое же большое социальное доказательство, которое вот нам очень сильно помогло. Поэтому можно было увидеть прямо в этой теме, что вот люди, они постоянно заказывают. что у нас вырос ассортимент, там было 7 позиций в начале работы, вырос до 81 позиции. За это время мы получили почти 500 отзывов, которые люди оставляли сами, без всяких плюшек и прочего. Есть постоянные продажи, как я уже сказала выше, цифры разглашать, к сожалению, мы не можем, но в тени сделать заказ более 3800 сообщений. То есть это внушительная цифра и говорит о том, что там достаточно много продаж. Те, кто математику любит посчитать, на самом деле несложно, хотя бы какой-то средний чек, из-за этого уже можно делать определенные выводы. Вот таким способом выкручиваемся от ситуации, когда нам не разрешают публиковать цифры, а нам их практически никогда публиковать не разрешают. Но встречаются такие заказчики, раз в 5 лет один может попасться, который вам разрешит опубликовать какие-то фактические цифры по продажам, окупаемость и все остальное. Вот. Если вам дают такую информацию, то пишите ее, не стесняйтесь, это просто для вас будет самое лучшее. Следующий блок — это выводы рекомендаций. Что мы здесь пишем? Ну, чтобы не обрывать кейс просто на том, что потрачено, получено, нужно какие-то написать либо выводы, либо рекомендации по поводу того, что бы вы еще делали, или у вас какие-то возникли новые идеи и так далее, если бы вы работали дальше с этим кейсом. Если вы продолжаете работать с этим проектом, то напишите, какие гипотезы вы собираетесь проверять, какие штуковины вы решили еще внедрить и так далее. Это все вам тоже будет плюсом. Либо пишите вообще в целом выводы по проекту, какие выводы были сделаны. Например, вот как вот на вот этом скрине, это был проект по доставке еды, там крупный проект в Белоруссии, он что-то типа Делавери Клаб, вот этих заказок, а то же самое, только это Беларусь. И вот здесь, ну, кейс был там на самом деле достаточно простой, но были очень хорошие выводы, то есть вот здесь потом, в принципе, сами тоже почитайте, не буду сейчас это все перечитывать, например, мужчины кликают намного лучше, чем женщины, но женщины лучше вступают в сообщество, мужчины там лучше покупают и так далее. То есть вот эти все моменты описываются. Кейсы темы интересны, по крайней мере для профессионалов, если вы хотите, чтобы их расшаривали, там репостили, изучали, растаскивали на куски, то вот все-все-все вот эти моменты, выводы, это все нужно обязательно писать. Не бойтесь, никто кейсы не смежит. Я ни разу не видела, чтобы повторили хоть один кейс. Это в принципе невозможно, потому что всех вещей вы описать в кейсе не можете, всех своих страданий, мучений вы там выложить тоже не можете. И плюс еще, даже если это будет абсолютно одинаковый проект, в одном городе, в одной нише, проекты все равно разные. Разный подход заказчиков, разное оформление, разные мышления тех же там таргетологов, контентщиков и прочих, то есть все равно будет расхождение. И повторить кейс в принципе невозможно. Можно взять просто какие-то фишки и адаптировать их под себя. Вот на этом скрине мы тоже написали, какие аудитории сработали хорошо. И вот здесь вот специально, да, я сделала акцент на том, что мои предположения оправдались, то есть я просто специально на этом заакцентировала внимание, что я была права, что гораздо лучше реагирует на рекламу именно женщины, хотя изначально заказчик мне заявлял, что целевая аудитория это мужчина. И вот эти моменты обязательно тоже нужно доносить. Так, то, что я вам хотела сказать, как раз, как состыковывать то, что вы пишете в задаче и то, что вы пишете в выводах и в результатах. Это важно. Смотрите, например, если у вас кейс был... Сейчас, секунду. Так, ну вот, про мед. Если у вас кейс был про... Вот, постоянное ведение рекламы, и ваша задача минимум сохранить результат, полученный на предыдущих тестах, стоимость подписчика до 40 рублей. Я специально это указала в задаче, для того, чтобы потом в конце написать, что мы сделали подписчиков по 20 рублей, и что продажи мы увеличили. Очень важно состыковывать вот эти моменты. То есть вы здесь можете так все вывернуть, что даже если это будет суперпростой кейс, но вы грамотно пропишите задачу, грамотно пропишите результаты, и вы будете на коне. То есть вы прям покажете, что вот, посмотрите, меня просили сделать вот это, а я сделала там в три раза круче. Это очень важно понимать и стараться под каждый проект именно вот делать вот эту состыковку результатов и задач. Понятно, что задачи там может немножко отличаться, ну, скажем так, может быть разная интерпретация этой задачи, но важно вот делать акценты на какие-то моменты, которые помогут вам в конце показать как бы то, что вы сделали все очень круто. Вот об этом я вам хотела сказать. Так. Значит, после вывода и рекомендации остаются два пункта. это отзыв. Всегда просите отзывы. Не бойтесь, не стесняйтесь. Я иногда наглю и по 10 раз пишу заказчикам, пожалуйста, напишите нам отзыв. Нам очень важно ваше мнение и так далее. Вообще не бойтесь. Ну, как бы, если вы хорошо работаете, то по большому счету вам отзыв напишут. Пусть он там будет из всех, из четырех предложений, как мой, ну, как сказать, неумеючи написан. Это не важно. Главное, что он есть. Собирайте, копите их. Не надо стесняться их просить. Обязательно вставляйте это в кейс. Для чего это нужно? Отзыв подтвердит то, что этот кейс был реальным и правдивым. То есть, вы не можете там приделать какой-то левый отзыв, хотя бы потому, что заказчик может прочитать этот кейс, и если там будет что-то не в порядке, то отношения вы все явно испортите. Ну, и потом любая ложь, она все равно очень быстро вылазит на рузу. И что обязательно нужно делать, это добавлять призыв к действиям. Каким он будет, решать только вам. Все зависит от цели кейса, что хотите вы получить на выходе. Пытаться продавать из кейсов, вот так прям, чтобы писать, докажите у меня рекламу, я думаю, что это работать не будет в принципе. Ну, найдутся, конечно, там три человека, которые вам напишут, но лучше вести куда-то либо на сообщество, либо просто напишите, возникли вопросы, задайте мне их вот сюда в личку, я там с удовольствием на них отвечу. И дальше уже там, чтобы подальше от чужих глаз, далее вы можете клиентов закрыть уже в личке. Либо вот, как мы здесь сделали, мы ввели там, например, на подборку своих кейсов, чтобы люди там прочитали еще там ряд-ряд кейсов наших, уже окончательно прогрелись, и тогда уже нам писали. То есть такая воронка продаж все обратно была выстроена. Здесь по шаблону все. О чем еще хочется сказать, и это важно. Никогда не забывайте про этику. Обязательно согласовывайте текст кейса с заказчиком. Не важно, какие вы у вас с ними были суперзамечательные отношения, показывайте перед дубликацией кейс заказчика. Для чего это нужно? Когда вы описываете процесс работы, вы показываете бизнес-процессы самого проекта. И здесь очень важно не выдать уже коммерческую тайну. То есть, в принципе, вы, наверное, можете ее выдать, если вам на это дали согласие, но может так получиться, что вы это просто сделаете несознательно и отгребете кучу негативов в свою сторону. Поэтому обязательно согласовывайте текст кейса с заказчиком и корректируйте спорный момент. Следующий пункт это не присваивайте все достижения только себе. Если вы работали над проектом с командой заказчика и какую-то часть работы делали специалисты заказчика либо другие подрядчики, обязательно напишите об этом. Либо если там сам заказчик, вот что у нас достаточно часто бывает, заказчики очень сильно вовлечены и какие-то гипотезы, идеи и так далее дают они. И мы просто это все вместе обсуждаем, обрабатываем и даем ход этим идеям. Рассказывать нужно об этом честно, потому что во-первых, заказчику будет неприятно читать о том, что вы присвоили чьи-то заслуги себе. Второй момент, когда вы рассказываете о том, как вы работали в команде в слаженном процессе, находили какие-то общие точки соприкосновения, договаривались, что очень важно, потому что это большой, очень сложный процесс вот так вот состыковываться друг с другом. Это только будет говорить о вашем профессионализме, о профессионализме тех людей, с которыми вы работали и только добавить вам плюсов. Не пытайтесь приукрасить и соврать кейсом без указания ссылки на проект, где никак нельзя проверить информацию. Многие читатели отнесутся скептически. В подобных ситуациях будут смотреть на компетентность и на репутацию специалиста в целом или на компанию, которую он представляет. Но важна еще и сама подача текста. Если вы пишете шаблонные фразы без деталей, хода ваших мыслей, без подтверждающих скринов, можно вызвать у людей не только недоверие к себе, но и отгрепсти кучу негатива. Ложь, как правило, очень быстро выходит на поверхность. Вас раскусят в 3 секунды, потому что умников, мама не горюй, особенно тех, кто пытается за счет чужих кейсов прокачивать свою экспертность. Поэтому ни в коем случае этого не делайте. Ну и кроме того, опять же, да, вас могут читать ваши заказчики. И если они увидят какой-то подлог и неправду, то для вас это будет тоже большой минус. Но как следствие, все эти моменты, они просто убьют вашу репутацию. и смысла от такого кейса нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!